Та кровь, что пролита недаром, В преодолённый болью срок, Нет, не иссякла вешним паром, И не ушла она в песок. Не затвердела год от года, Не запеклась ещё она, Та кровь подвижника народа Свежа, красна и солона. Ей недовольно стать зелёной, В лугах травой, в садах листвой, Она живой, нерастворённой, Горит, как пламень заревой. Стихи о войне – это не только поэтическое, но и историческое наследие. Именно благодаря литературным произведениям мы можем узнать о том, что испытали наши предки в суровые военные годы. Как рассказал автор проекта «Стихи живут» методист районного историко-культурного центра Наталья Замарина, сотрудники в НИИКОПа с большим воодушевлением поддержали идею принять участие в акции. В июне 2019 года мы впервые перевернули страницу «Стихи живут повсюду». И историко-культурный центр начал стучаться в двери организаций района, и трудовые коллективы распахивают нам навстречу и двери, и сердца. И мы живём в ритме поэзии, что очень приятно. Старший научный сотрудник Ольга Бессараб работает в институте почти 10 лет. Помимо своей основной деятельности, она проводит образовательные семинары, выступает на конференциях и как эксперт во многих телевизионных передачах. Но в таком поэтическом мероприятии принимает участие впервые. Вспомнила своё школьное детство, когда я стих учила буквально. Завтра надо читать, а я вечером его учу. Ну, шутка, конечно, естественно, готовились, но, тем не менее, такой вот, сказать, что прям вот сложности это не составило. Поэтический марафон продлится до 9 мая. Трудовые коллективы будут читать стихи поэтов, фронтовиков и другие произведения на военную тему. В каждом народе есть люди, которые готовы твердить стихи наизусть про себя. Есть люди, которые готовы читать их вслух, публично. А это значит, вечным будет жить язык народа, который сумел создать государство и защитить его ценой своей жизни. Слово «вечно» – стихи живут.